Я обещал вам накануне, пока опаздывает в прямой эфир, он только сегодня утром прилетел. Я подозреваю, что он слишком серьезно подошел к моему росту про Чак-Чак. Андрей Владимирович, ну как я мог вас оставить без Чак-Чака? Это тот, который всем давали. Это тот, который всем давали. Единственное... А кто пробовал его и не давал? Это отдельно, нет. Для всех... Слушайте, за кого вы, господина Миниханова, принимаете? Для всех лидеров отдельная была приготовлена сверху пробовать, сверху. Вы меня заподозрили в том, что я привез вам БУ Чак-Чак, Андрей Владимирович. Я боялся, что ты обозреваешь, потому что ты слишком много БУ Чак-Чака. Хотелось бы, конечно, сказать «смачного», но в данном случае и в данной ситуации хочется побажать, чтобы этот Чак-Чак вам посереду х** застрях. Перепрошу за такие побажания, но тем не менее. Ну, каждый раз вважается, как может. Видите, кто-то, соответственно, спецтехнику вывозит из оккупованных территорий, а кто-то... Чак-Чак. Потому что Россия – это империя. А любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока... Ну, получается, что, смотрите, тут ж одна из стран, которая находится по соседству с Россией, не винувата в том, что империя не может поместиться на своих имперских территориях. И постойно намагается расширить свои межи десь далеко поза тем, где находится сама империя. Это сказал не я, это сказал Ахлабистин. Если бы у кого-то еще там на Заходе были какие-то вопросы до того, чем Украина могла спровоковать, або, возможно, Украину не треба брать до НАТО, потому что это приведет до эскалации, або, возможно, Украине не треба давать західной оружии, потому что, а я, я, как сказала Юлія Навальна, это вбивает россиян. Так, именно для того мы ее просим, потому что зачем они пришли на нашу территорию с оружием. Но при этом Ахлабистин просто поясняет весь сенс ииснувания Российской империи. Он полягает в том, что империя не может ииснувать в своих кордонах, она мает расширяться. Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Ну, это вот как пухлина. Мы же не дарма сказали, что это как пухлина. Вона, если ее не вырезать, если ее не опаливать, если ее не прибегать к соответствующим мерам безопасности, то, соответственно, она будет расширяться. И, как говорит Ахлабистин, она планирует расшириться на весь свит. Свит! Как вам там живется? Все добре? Эту миссию на нас возложил сам Господь вместе с византийским гербом и величием Третьего Рима. Ну, навряд ли прямо сам Господь на вас возложил эту миссию. Давайте быть честными, потому что то, что вас в храмах проповедуют, то это же не означает, что это в Библии написано. Ну, там же ж немае такого, чтобы прямо чорным по-билому в Библии было написано, Россия должна расширяться как империя и захватить всю территорию мира. Ну, там не было таких слов. Если я помиляюсь, выбравте меня и напишите, в каком саме главе это написано, если у вас есть такие знания. Ну, и пока Ахлабистин говорит от имени Бога, то в російських церквах продолжают как-то говорить про то, что, напевно, уже навоювалися такие. Если мы поймем, что мы тоже устали от этого, и когда даже показывают о военных событиях, то переключите, уже неинтересно. Надоело. И те, кто оттуда приходят, они эту правду знают, о которой по телевизору-то не передают. Вот если бы мы это поняли, мы бы совсем по-другому жили. Тысячи погибают наших русских ребят, тысячи! А мы этого до сих пор не поняли. Вот сегодня мы едем вечером провожать еще один отряд. 80 человек. Сегодня ночью уходит батальон. Упокой, Господи, всех, кто вот в эти минуты отдал свою жизнь за родину, погиб. За что за что? За имперские пожелания Путіна расширяться вширь и вглубь? Ну, потому что он весь этот час намагается дно нащупать, но в него все не виходит и не виходит. Он все щупает и щупает, в него все не виходит и не виходит. А он продолжает щупать, а в него все равно продолжает не виходит. Цікаво, знову ж таки, чи почуют цю проповедь в Кремле и чи звольниться місце десь на Лубянке после признания, что тысячами уходят мальчики. Мы даже вам можем детальнейшие цифры на даты от нашего Украинского Генштаба, если бы вам было интересно разобраться в этих цифрах. Падают курсы всех валют. Долар – это липовая бумажка. Завтра арабы, и мы, и все предъявим американцам там, в Америке, наши доллары на товары и вывезем товары из Америки. Они же не смогут закрыть магазины. И Америка будет пуста. Все, конец Америки. Сжечь это доллар. Это грязная, мерзкая валюта, которая, так сказать, ничего нам не нужна. Нам нужен наш рубль. Наш рубль, он хороший, он обеспечен деньгами, золотом, металлом, нефтью, лесом. Але при цьому, бачите, чомусь один долар тоді взяв Жариновский. Ні, я можу, конечно, думати, що в 98-му році у Жариновского не было больше, ніж один долар. Але чомусь мені здається, що купюры по 100 доларів він таки приберіг під матрасом. И нас поддерживает весь мир. Мусульманский, арабский, Иран, Афганистан. Афганистан же вышел из-под контроля. Если Афганистан вышел из-под контроля этой жалкой страны этого грязного доллара, то Россия тем более выйдет. Нам не нужна эта грязная политика. И Европа выйдет, так сказать. Америка спасает себя. Но она не спасет себя, если с нами не договорится. 98-й рік. 2024-й у нас за вікном. И Путин еще и доси на Брикс рассказует про то, что Путин не сегодня-завтра... Ой, Путин. Хорошо было сказано, что Путин не сегодня-завтра загнется, что доллар не сегодня-завтра загнется. И 98-й рік. В кого там было отминно по математике, порахуйте, сколько доллар уже загинается от часов Жариновского до окончания правления Путин. Напевно, это будет происходить. Ну, и далее, и далее, и далее. Ну, и вот, видите, пока Жариновский тут рассказывал про доллар, который все загнівает, пропадает, и нужно договориться про то, чтобы как-то того доллара стало меньше, а на Брикс сказали привозить с собой доллар и евро, потому что на Росее в банкоматах его нет. Чомусь не российские рубли, не индийские рубли, не китайскую валюту вони хотели бачити в себе в Росії, а доллар, який загинается и загинается. Все падает и падает. Ну, оно и правда, дивиться, за часы Жариновского в 98-му році за 1 доллар скільки? 10 рублей давали. А зараз за 1 доллар майже 100 рублей дают. Ну, это же однозначно говорит про то, что рубль, да, вообще упал и растоптан, лежит на земле.